Я прошла эту процедуру без наркоза, то есть колоноскопию, все в порядке, ничего страшного нет в колоноскопии. Конечно, нет. Особенно, если вы в руках специалиста, если вы к ней нормально, психологически подготовились. Тут еще такой вопрос, что когда люди пишут отзывы о любых вещах, особенно по поводу колоноскопии, конечно, у тех, у кого все хорошо прошло, кто не испытывал никаких, скажем, дискомфортных явлений, они не пишут этих вещей, потому что они заняты своими делами. И у них есть большое количество других моментов, на которые стоит обращать внимание. У тех же, у кого прошло больно, если есть какие-то особенности, либо чем-то недоволен, конечно, об этом начинают транслировать во всеуслышание. И получается, что процент, скажем, негативных моментов, связанных с колоноскопией, он превышает позитивных моментов, либо просто комфортной обстановки во время колоноскопии. И тут такой идет, скажем, не совсем честный перевес полностью в пользу негативных моментов. Это тоже нужно учитывать. И я еще раз говорю, бояться не нужно колоноскопии. Это, особенно я говорю в руках профессионала, это абсолютно безболезненная, комфортная процедура, которую, в общем, можно достаточно легко перенести. Есть люди, которые делают колоноскопию по 3-4 раза в год, в случае определенных заболеваний, либо определенных состояний. Поэтому, в общем, тут нужно понимать. И если у вас имеются анатомические особенности, допустим, спайки в малом тазу после кесаросечения, либо перенесенных заболеваний, передающихся путем, допустим, после хомедиоза, очень большое количество спайок образуется в тазу. Если у вас удлиненная сигмовидная кишка доли хосигмы, если у вас СРК, то, что как раз на доле хосигмы развивается, то, конечно, нужно быть готовым к тому, что колоноскопия может причинить определенный дискомфорт. И если вы боитесь, переживаете, то в настоящее время есть возможность сделать ее под наркозом, при этом не испытывая никаких дискомфортных явлений. Уснули и проснулись сразу после исследования, чувствуете себя хорошо, поехали домой. Что касается колоноскопии под наркозом, то это не значит, что это общий наркоз. Как говорят, я боюсь такого наркоза, потому что он общий, и после наркоза у меня голова плохо перестанет думать. Но если голова у вас думает хорошо в течение всей вашей жизни, то после колоноскопии под наркозом она хуже думать не станет. Но если она до этого думала плоховато, то тут уж, извините, лучше мы не сделаем. Колоноскопия под наркозом – это значит, что вам дается медикаментозный сон. Просто по венке вводится снотворный препарат. Вы засыпаете, спокойно, великолепно спите, просыпаетесь, и вы вуаля уже в палате, ничего не чувствуете и в прекрасном настроении. Колоноскопия под наркозом имеет синоним во сне, под внутривенной седацией, либо просто там под седацией. Это все синонимы. Никогда колоноскопию под наркозом не делают под общим наркозом. То есть это нужно понимать. Поэтому это всего лишь препараты снотворные, определенные, которые немножечко вы засыпаете, немножко обезболивают, для того, чтобы вы не чувствовали дискомфорта во время исследования. Продолжение следует...